Александр Лебедев. Тая. Текст читает Олег Кейнс. ДСП. Рапорт по форме М-42 о внештатной ситуации во время дежурства. Сегодня в 4 часа 32 минуты станция дальнего обнаружения зонд 1596 выявила два космических тела, двигающихся по эллиптической орбите Земли тангенс 79 градусов 68 минут 13 секунд. В связи с тем, что объекты не могли иметь земное происхождение, масса одного в 80 раз превосходила массу другого, а предполагаемым местом падения стал ненаселенный горный участок, мною было принято решение не поднимать войска по тревоге. Расчетным центром дважды была пересчитана наклонная орбита, что подтвердило мои предположения. Однако в Бийский округ ПВО была направлена команда «Ветер», и базируемые там радиолокационные станции и противоракетные комплексы были переведены в режим усиленного несения службы. В 5.43 объект вошел в плотные слои атмосферы. В 5.58 крупный объект разделился на мелкие и в течение минуты был полностью разрушен. Меньший объект, приблизительная масса которого составляла около 24 тонн, опустился до 7200 метров, после чего исчез с экранов всех наблюдавших за ним РЛС. Предположительно, разрушился. Последняя зафиксированная точка существования объекта – 54 градуса 72 минуты 34 секунды западной долготы и 71 градус 12 минут 80 секунд северной широты, что соответствует Маргалинскому району Южного Алтая. К сожалению, получить визуальные подтверждения уничтожения космического тела не удалось, так как этот участок особенно непроходим и находится на достаточном удалении вглубь от государственной границы. Однако наряды 14, 15, 16, 17 погранзастав Московского пограничного округа докладывали о ярком свечении в предрассветные часы и глухом ударе, похожем на отдаленный гром. По моему предположению, космический предмет имел кометное происхождение, состоял из замерзшего газа и при вхождении в плотные слои расплавился, а затем нагрелся до температуры самого сгорания, что привело к взрыву и полному разрушению последнего. Оперативный дежурный Рубин-410, подполковник Малюга-Л.А. Оперативный Рубин-410, подполковник Малюга-Л.А. Пожалуй, нет такого человека, который не хранил бы в своей памяти запах железной дороги. Сергей Ларин, а попросту Ларри, этот запах знал хорошо. В тот момент, когда он смотрел на убегающие за горизонт стальные нити, железку почти полностью перебивала першистая Беломорина. Впрочем, как раз тогда Ларри думал не о железной дороге. Его внимание привлекла хрупкая девушка в джинсах и топике, направляющаяся в его сторону. Ошибки быть не могло, она шла к нему и даже улыбалась. А когда оказалось достаточно близко, тихо пропела. «Я не опоздала?» Ларри только тогда заметил рюкзак-бочку за ее плечами, свернутую в трубку пенку. «Пенка, коврик из полиуретана. Здесь как часть туристического снаряжения. Здесь и далее в примечании автора». Объяненный взгляд прошелся по снаряжению, автоматически выделяя недешевые туристические примочки. Ларри складывал в уме условные единицы, а когда поднял взгляд до топика, картину уже сложилось, и он отметил, что перед ним не только эффектная, но и дорогая штучка. «Нет», – издал утробный звук Ларри. «Ты как нельзя, кстати». «А где остальные?» «Прячутся». «Прячутся?» – не поверила штучка. «Да, тактика у нас такая». Ларри оторвался от парапета и, не растрачивая время на ухаживание, направился по перрону. Штучка засеменила следом. Стоявший поезд оказался очень длинным, и идти до двадцатого вагона было далеко. Несколько минут спустя Ларри подвел девушку к группе молодых людей, облепивших парапет. «Вот», – объявил Ларри. «Он был горд своей спутницей и выглядел, если не отцом, то, по крайней мере, братом девушки». «Ты Вероника из Москвы?» – недоверчиво спросил сухой парень, выступивший вперед. «Да», – ответила штучка, кокетливо склонив голову. Парень посмотрел на руки девушки и, не изобразив ни копейки доброжелательности, сказал. «Ладно, у тебя свой билет, садись в поезд». На щеки девушки брызнул румянец. Кокетливая улыбка слетела с лица. Она по-военному повернулась и зашагала к дверям последнего вагона. Походка быстро становилась оловянной. Вероника сквозь джинсы ощущала дюжину мужских глаз, и чем сильнее пыталась придать шагу непринужденность, тем больше превращалась в механическую куклу. Наконец она забралась по крутым ступеням, прохладный коридор бросил в жар, и Вероника почувствовала, как лицо стыдливо пылает. Давно ее не рассматривали как породистое животное, давно не встречали по одежке. Вероника кусала губы, мысленно ругая себя за то, что ввязалась в предприятие, досконально и тщательно не изучив детали. Теперь ей придется две недели терпеть компанию недоумков, доказывать, что она не лошадь, и терпеть снисхождение. «Вещи убирать будете?» – спросила полная женщина. «Что?» – не поняла Вероника. «Я говорю, если вещи убирать будете, я встану». Вероника схватилась за лямки рюкзака, но тут же подумала, что самое простое в ее ситуации – сойти с поезда. Вот так просто выйти, никому ничего не объясняя, и уйти. Через несколько часов она сядет на московский поезд, а через день уже будет бродить по Арбату, рассматривая матрешек президентов, а там… там… Вероника отпустила лямки. «Нет», – сказала она себе, – «уходя, уходи». Женщина поняла это по-своему и, равнодушно пожав плечами, углубилась в чтение журнала. Вероника не хотела возвращаться. Она не хотела этого больше, чем терпеть плохую компанию, ехать неизвестно с кем, неизвестно куда. Ее привлек шум с перрона. Она машинально посмотрела на часы и отметила, что до отправления осталось две минуты. Под окном замелькали разномастные рюкзаки, тюки, перетянутые резинками от эспандера, брезентовые чехлы. Перрон на секунду стал напоминать кадры из фильма о гражданской войне. Истошный вопль проводницы подтонул в грохоте падающих на пол предметов. «Куда? Куда прешь?» – летела из тамбура. Вероника встала со своего места. «Я сейчас приду», – сообщила она. Лавируя между клетчатыми сумками и торчащими из купе пятками, она боком пробиралась к выходу. В проходе сидел Ларри. Он безуспешно пытался стянуть рассыпавшуюся связку алюминиевых труб. «Ты куда?» «Помочь», – невозмутимо ответила Вероника. «Хайо!» – простонал Ларри. Было непонятно, относится йог к Веронике или все дело в трубах. Но в следующую секунду очередная лямка лопнула и грохот наполнил коридор. Это на миг отвлекло проводницу, которая грудью стояла на защите вагона и вбивала в пол молодого человека в очках. Парень безуспешно втискивал красную пластиковую лодку. Лодка в вагон не входила. Она прочно застряла между тамбуром и туалетом, поворачиваться не хотела и упиралась в матовый белый фонарь на потолке. С каждым ударом проводницы парень пригибался к полу. Он толкал красное тело, пытаясь согнуть его пополам. Однако шансы были неравными. Проводница превосходила своей комплекцией по меньшей мере вдвое. Единственное, что ей мешало выбросить молодого человека из вагона, была сама застрявшая лодка, и проводница довольствовалась нанесением коротких ударов. Сообразив, что противник на некоторое время отвлекся, парень прыгнул на лодку, лодка достаточно изогнулась и ввалилась в вагон. При этом раздался хруст, стук и печальный звон посыпавшегося на пол арголита. «Караул!» – закричала проводница. «Премии лишают!» Она метнулась к парню и, с трудом избежав соблазна, задушить его на месте, исчезла в тамбуре. Вероника видела, как мелькнула за окном ее форменная рубашка. Всего через полминуты она явилась в сопровождении стрелков транспортной милиции. С улицы долетела перебранка, постепенно голоса становились вялыми, и когда поезд тронулся, мужской голос сказал. «Ну и что я теперь сделаю?» «Протокол составь!» – настаивала проводница. Вероника не слышала, чем закончился разговор, потому что была поглощена переноской вещей. Она поняла, почему ее попутчики решили прятаться и заносили вещи за несколько минут до отправления. Теперь их просто невозможно высадить. Задерживать поезд из-за тюка труб и пластиковой лодки никто не станет. «Теперь я точно знаю!» – довольно объявил парень, заносивший лодку. «Что мой каяк в поезд заходит?» «Кто трубы связывал?» – ныл Ларри. Компания была сильно возбуждена, и невольно всеобщее ликование передалось Веронике. Она стояла, опершись локтем о верхнюю полку, пока на нее не обратил внимание парень, говоривший с ней на перроне. «Садись, москвичка, как тебя зовут?» «Вероника», – представилась девушка. «Это мы уже знаем», – согласился парень. «А еще?» «Что, имя-отчество?» «Нет», – растянул он. «Мы тебя как будем звать?» «А зачем?» «Ну, знаешь ли, в походах не принято по имени. Вот, например, этого парня зовут Ларри. Хотя никакой он не Ларри, конечно, а Ларин Сергей, и отвечает за топливо, потому что штатный политрук. «Это доктор Педалис», – молодой человек показал на мускулистого парня. «Ясное дело, доктор, по совместительству Педалис». «А почему Педалис?» – удивилась Вероника. «Этого никто не рассказывает», – ответил доктор. «Опять же, почему?» «Потому что те, кто об этом знают, молчат». «Вот Ларри знает, но рассказывать не станет. А ты уверена, что хочешь это узнать, или нет? Так ли ты этого хочешь?» «Ой, уже не уверена». «Это Паша», – парень повернулся к высокому чернявому парню. «Но мы его привыкли называть «говорящая голова». Он прекрасно ладит с огнем, поэтому отопление на его плечах. Оля, его супруга». Вероника столкнулась взглядом с парой холодных серых льдинок и уже поняла, что у нее стало на одну проблему больше. Существо, которое она первоначально приняла за молодого человека, действительно оказалось представителем прекрасного пола. На нем была ужасная пятнистая панама, а короткая стрижка и плоская грудь смотрелись рядом с Вероникой слишком по-разному. «Вот я и нажила себе ненавистницу», – подумала Вероника. «Да, к таким встречам надо готовиться». «Мы ее называем «душа». Особенно после обеда», – добавил Ларри. «Но это не значит, что Оля штатный повар. Функция эта у нас переходящая. А душа скорее состояние, чем должность». Вероника улыбнулась и поняла, что на многое готова лишь бы затащить душу в лагерь своих подруг. «А с лодкой?» «С каяком. Это студент, наш штурман и по совместительству разведка. Вот, пожалуй, и все». «А тебя как зовут?» – Вероника обратилась к парню, ведущему разговор. «Все называют меня Кэп». «Кэп – это, в смысле, капитан?» «И в этом тоже». «Ну, тогда давайте за знакомство». Вероника сняла с пояса блестящую фляжку. Она знала, что ее предложение тут же устранит проблемы общения с парнями. Потому что всем парням нравится, когда девчонка предлагает выпить. И в то же время создаст новое, потому что ни одной девчонке это не нравится. Тем более, если предложение относится к ее парню или даже мужу. Кэп принял из рук Вероники фляжку, отвернул крышку и демонстративно понюхал содержимое. «Поведешься с вами, научишься пить всякую гадость!» Он отпил несколько глотков и передал фляжку по кругу. От Вероники не ускользнуло то, что Оля только пригубила. Зато Паша долго и с удовольствием водил кадыком. Когда фляжка вернулась к ее владелице, на дне плескалась не более пары глотков. «Что дегустируем, народ?» – спросил возникший студент. «Алкоголимся», – ответил Ларри. «А мне?» Вероника передала фляжку, и студент с интересом припал к горлышку. «Хорошо, но мало. А чья бодяжка?» «Моя», – призналась Вероника. «Понимаешь, Вероника», – подсказала она. «Вероника, народ предпочитает более крепкие напитки. Например?» «Например, спирт», – сказал Кэп. «Политрук», – обратился он к Ларри. «Разбодяжины есть?» Оказалось, что разбодяжины есть, но находятся в самом дальнем рюкзаке. Пока рюкзак искали и перекладывали вещи, на сцене появилась обиженная проводница. Она посмотрела билеты и принялась за составление акта. В конце концов, она совершенно успокоилась и даже попросила прощения. «За что?» – удивился Кэп. «Как за что?» – возмутилась проводница. «Надо было вам тамбурную дверь открыть. У меня ведь последний вагон». «Это вы, ребята, дурные. А я 15 лет езжу. Могла бы и догадаться». «Териндрэйт», – это не то, что я в будущем. «Воих порт. Редактор субтитров – я не знаю, что это. «Воих порт. Редактор субтитров – яйцем моря» Продолжение следует...